Короче, поехали. Разбор патча 14.5. Жарванчику бафу 2 секунды на кушке обратно, то что ему нерфили на последнем ранге, это очень большое изменение. Это снова даст ему возможность сдавать 2 кушки за кулдаун Ешки. Если на него найдутся хорошие айтемы, он даже будет эстир персонажем, но для него пока что не выглядит как будто есть только Сандеред Скай, Фрозенхард. Я не знаю, что еще на КДР. Может быть Эклипс, но Эклипс слишком офенсивный для него айтем. Может быть Эклипс с Андеред Скай будет на Жарвана хорош, не знаю, надо будет смотреть. Ему нужно что-то на хп, на выживаемость и КДР. Для него идеальные айтемы. И арморчик 0.4 перлевел. Это, кстати, тоже весьма большой баф. 4 армора на 10. Так, чуть-чуть приятно. Раста бафают кейна в красной форме. Ему дают на пассивку, которая хилит за весь демэдж, который он наносит, 0.5% бонус хп. Вернее, скейлинг 0.5% от бонус хп. Это означает, тут написано, что это фактически плюс 7% от хила на нормальных 4 айтемах в файтер билдах. 0.5%? 2% за айтем получается. 2% за хп айтем. Но это вообще не очень много. И на ульте от хил на 10%. Короче, это в общем скомпенсирует слабость красного кейна, но я не думаю, что это сделает прямо у какой-то супермашины, если честно. Но и на нем будет поприятнее играть в брузер сборках через Шорджина Блэк Ливера. Там больше, кстати... Проблема у него в том, что у него нет айтемов хороших. Кроме Шорджина Блэк Ливера в брузер сборке. Кагмарю бафают в пассивке МС на 10%, чтобы он всегда мог догонять. Это незначительно, кстати. А вот то, что ему на кастайм кушки делают скейлинг... Вернее, кастайм атакспид таймера... Это, по идее, должно быть очень приятно, когда у тебя становится много атакспида, потому что кастайм будет солидно уменьшаться. И на Ешке 10% замедла, но у льте минимальная дрейшо на 10% выше. Короче, это гигабаф Кагмаря. Я его давно не видел, я не знаю, в какой он сейчас форме находится. С учетом того, что вообще для него существует идеальный айтем билд в виде Ботарга, Ботаргуинза, Светотень, я думаю, что он будет очень сильным персонажем с такими бафами, если собирать его правильно. Рексай подбафывают... Ну, у него реально... Ей делают так, чтобы ты не мог отменять автоатаки. А, ты не можешь больше отменять кью автоатаки. И тебе автоатаку анимацию сделало более приятным. Да, я в этом очень сильно заметил. Я сыграл, по-моему, две игры за Рэкса или три, когда она в теорию воркнули. Там анимация автоатак на кушке просто омерзительная была. Я их отменял просто постоянно. Теперь эту проблему пофиксили. Еще некоторые баги поработали. На первом левеле на Ешку докинули 2% макс хп дэмэджа. Монстр дэмэдж кап подняли на 15 дэмэджа. Всего это вообще, кстати, ничего не дает. Я не знаю, как можно было об этом подумать. 2% именно макс хп в драках будет приятно. И на ульту накинули 50 дэмэджа на всех уровнях. И 5% миссинг хп экзекьюта. В принципе, это пофиксят ее... У нее две проблемы были. Недостаток дэмэджа и вот забагованность кушки. Ей пофиксят забагованность кушки и недостаток дэмэджа немного компенсируется. В счет того, что у нее уже сейчас выше даймонда 51% винрейт, по-моему. С этими изменениями она должна стать вообще гигасильной Рэксай. Через страйдбрекер Блэкливер. Возможно, станет прям машиной чемпиона. Северочки добавивают 4 армора. Это, кстати, очень немаленький баф для чемпиона, который, если я не ошибаюсь, лайфстилится с сюрикенов. Ну, с W в смысле по крипам. По всем. Это серьезно влияет на сустейну трейда на линии. Север околоиграбельный персонаж. И она даже в компенсии изредка юзавица. Так что я думаю, эти 4 армора значительно улучшат ее лейнинг фазу. Игарчику накидывают 5% скейлинга на кушку, но это ничто. И на ульте кулдаун на первом левеле на 10-20 секунд понижают. Это уже приятные изменения. Можно будет чаще втаптывать врагов, но не чересчур. То есть это адекватный бафчик. Виксе дают на пассивке плюс 10 демоджей, плюс 5% аппоскейлинга. И на Ешке убийство юнитов с Ешки теперь рефандит пассивку. Это, кстати, очень сильно, потому что основная слабость Виксе это то, что когда ты пушишь пачку, ты вынужден сдавать у нее косты. А если ты сдаешь в вейв косты, у тебя нет пассивки. Во-первых, чтобы уходить с гангов. А во-вторых, чтобы трейдиться, если враг на тебя прыгает. Поэтому это изменение крайне приятное, особенно с добавлением демоджа. Особенно против чемпионов, у которых много дэшей на линии. Это жесткий баф по 10 демоджа с каждым разом впихивать за каждый дэш какому-нибудь ИСУ. Бафчик крайне приятный для Виксы. Вуконгу снижают макс стаки на 5. Эффективность при этом компенсируя полностью. И теперь стаки сваливаются не все вместе, а по очереди. Это очень большой баф, по идее, для топ-лейн Вуконга. И, возможно, для лесного Вуконга это тоже сильно, потому что теперь можно будет стаки протаскивать между кэмпами легче. Между кэмпами и даже, возможно, на краба, когда ты заканчиваешь синим бафом, можно будет выходить со стаками. То есть это приятные изменения для Вуконга. Воды мачапы. Белветочки снижают демодж редакшн на ешке на 7-15%. Это достаточно серьезный нерф. Она и так не в супер хорошей форме. Она имба только там, знаю, где-то между Д2 и Лоу-Мастером. Выше она слаба, ниже она тоже как бы не очень хороша. Поэтому я не считаю справедливым ее так нерфить. Теперь вот и что хотят, то и делают. Бранду понижают чуть-чуть демодж от левела скейлинг. И повышают кулдаун на 5-10-15 секунд. Очень маленький нерф. Я не думаю, что он будет даже заметен. Вернее, демодж ульты в лейте будет заметен, наверное. Когда у тебя минус 50 демоджа. Хотя 16 левел тоже не так просто взять на джангл Бранде. Или на саппорт Бранде. Поэтому это изменение больше косметическое. Но Бранд и так более-менее сбалансирован сейчас. Велинии Аперейшо скидывают на 5% на мини-курвке. Которая кастуется 4 раза. То есть это минус 20% аппоскейла на кушке. Это чуть-чуть ухудшит ее джангл Клер. И сделает ее послабее в дуэлях. И ваншот потенциал понизит. Она все равно будет нормальным персонажем. До Хаила, я думаю. Не сильно должна на нее повлиять прям. Макайчик унерфит 5 мс. Одну секунду кулдауна W. Но при этом компенсирует дэмэдж по лесным крипам. На 40 повышает на первом уровне. И при этом солстай слейф нерфит для саппортов. В общем и целом это жесткий нерф саппортом. Но при этом очень сильная компенсация лесному Макаю. Лесной Макай, наверное, останется на том же уровне. Саппорт Макай с этим патчем, скорее всего, очень жестко просядет. Не дали нерфят как одного из самых сильных лесников на 5 мс и 10% аппоскейла на кушке. Это солидно. Это сделает ее больше не год тир персонажем. Но и не опустит куда-то в супер... Супер внизы, скажем так. Она останется где-то около эстировым или эстировым персонажем после этого. А там еще Лич Бэй нерфит на 5% аппоскейла. Ну, короче, не дали все равно останется где-то около эстировым чемпом, я думаю. Сеня кушки на кушке понижают AD ratio на 10%. Это такой небольшой косметический... А, нет, подожди. Это AD ratio. Это full AD ratio. Это не bonus AD ratio. Это, кстати, достаточно серьезный нерф, особенно для лейнинг-фазы. Потому что ты достаточно часто трейдишься кушками. Это вообще солидный нерф. Но сена сейчас гига сильна. Они, видимо, собрались проехаться по всей эмбе. Сену нерфят прилично. TF нерфят на 10% атак спида Ешку, которую они максят первой. И на Ешке AD ratio снижают на 50% прок. Это очень жесткий нерф. Но TF его заслуживает. Он реально сейчас абсолютно сломан. Самый, наверное, сломанный персонаж в игре. Может быть, тоже кастис-молдер с ним сравнится. Война как гига лейнбулит опа будет понерфлена. На 15 мс в сторону врага. Они вроде собирались это компенсировать ультой. Но что-то тут незаметно, что они компенсируют это на ульте. И на хушке кулдаун теперь будет 6-2 вместо 4-2. Это очень жесткий нерф лейн-фазы топа. Но при этом на боте, наверное, это не так критично. За очку снижают отхил от макс хп. Ну, Зак был ненадорово сутсоинящимся персонажем после того, как они ему компенсировали отхил на пассивке. Особенно он был неприятным чемпионом на топе, потому что он мог там с полпачки крипов под тавером отсустейнить себе процентов 30 хп. Это понерфили. При этом бафнули ему компенсации чуть-чуть дэмэдж. В общем, наверное, лесной Зак от этих изменений не пострадает. Топ Зак пострадает достаточно сильно. Ну и в тимфайтах оба Зака станут послабее. Серафиночку меняют. Но тут из всех изменений, я не знаю, минус 5 АД, минус 5 мувспида. Что-то побольше каста им... Ой, монокост кушки. Побыстрее кушка летит. Плюс 5 дэмэджа на кушке. Соответственно, 10 когда... Или сколько там? Или 7,5, когда он 2 раза прокает. Экзекьют увеличен. На W уменьшен кулдаун на первом левеле. Увеличен на последнем. Уменьшен монокост. Увеличен щит на 10. И мувспид оперейшо по нерфу. Ну это, короче, нерф, я так понимаю, скейла серафины. На Ешке тоже... А на Ешке наоборот. Скейл сделали с 11 до 9. Но Ешку максят все последние. Поэтому это, по сути, нерф на секунду кулдауна до лейтгейма. Дэмэдж плюс 10. Плюс 15% скейла дэмэджа. CC дюрэйшн нерф тоже до лейтгейма. Е-минион дэмэдж тоже нерф, чтобы она не так жестко вейвклирила. Короче, в общем и целом, это нерф, наверное, адекерия серафины больше. Пассивка миньон дэмэдж тоже понерфлена. Типа, теперь просто не будет такого жесткого вейвклира у адекерия серафины. При этом она не так жестко будет скейлиться от предметов и левела. Соответственно, она будет чуть лучше на саппорте, чуть лучше на АДшнике. Но на АДшнике она была гига сильная. Я не знаю, за что Риот ее ненавидит. Прикольный персонаж могли бы оставить. Ну ладно. Смолдер нерфит. Смолдер сейчас второй самый сильный персонаж в игре. Он неадекватно стакается. И когда получает третий эволв, сразу выигрывает в своей команде игру фактически. Ему делают так, что на макс стаках, вернее на первом получении макс стаков на 225 стаков, ты больше не бернешь 6,5% макс хп true дэмэджем. А у тебя идет скейл от всех твоих статов макс хп true дэмэджа. Там получается примерно так, что у тебя будет на двух айтемах и 225 стаках где-то 4% макс хп дэмэджа, а не 6,5 по моим подсчетам. То есть это весьма солидный нерф. На Ешке просто изменения вместо крита будут от Dragon Practice стаков. И на ульте небольшой нерф направленный, то есть в центральной точке останется тот же самый дэмэдж, но все, что не центральная точка, будет дамажить меньше, а хилл будет теперь скейлиться от АД наконец-то. Это, кстати, в общем и целом приятное изменение. Но там тоже минус 10-40 хила. Будет чуть-чуть больше, она буквально хилит смолдера. Короче, в общем и целом это нерф, но, наверное, смолдер все равно. С тем, насколько он был брокен, останется нормальным персонажем. Е гулям, керрика, бонус дэмэдж. А, это бонус дэмэдж на 8 автоатак. Когда ты попадаешь Е-шкой гулям, нерфится с 30% до 20. 20 резистов накидывается его ульте, но при этом ульта перестает получать 50% дэмэджа от АУЕ. И фиксит какой-то багфикс. Ну, короче, это небольшой нерф. Доминации на линии Йорика. Короче, это для лоуила, скажем так, нерф Йорика. Дриммейкер меняют так, что он теперь скейлится пюрлевел. Вместо того, что дает флотовые достаточно сильные вали. Я не знаю, что это сделает для саппортов. Честно, не буду анализировать, не шарю за эту тему. Фортстилдчик немножко бафует, но он все равно останется куском говна, а не айтемом. Икстэч Рокетбелд. Записано в бафах, но ему накидывают 100 цены. 200 голды в валью в АП. Это примерно то на то, на самом деле. Это баф буквально совсем незначительный. Прям совсем-совсем маленький. И Стормсурж, который выпал немного из мета после всех нерфов демеджа, ему компенсирует это не демеджом, а мувспидом, который он теперь будет давать на 3% больше. Это достаточно сильный баф. Достаточно приятный будет вариант. Этот айтем теперь реально будет на мобильность, скажем так. На мобильности бурс, на нем нет КДРа. Если тебя такое интересует, то добро пожаловать в Стормсурж. Клаб. Они нашли наконец-то идентичь этому айтему. Следующая лопозишн это темыш редакшн, да? Саппортовский, если или нет. У него кулдаун на 2 секунды понижают, и замедление повышают на 10% на полсекунды. Кстати, это весьма сильный баф, при том, что это и так очень сильная штука. Санфайр бафают на 50 хп. Ну, Санфайр это реально был просто мусор-айтем, я не знаю, за что его так ненавидели риоты. Плюс 50 хп и плюс 3 базового демеджа, который, по-моему, стакается или что-то там происходит. Ну, короче, баф приятный. Все равно Санфайр будет одним из слабых айтемов, но уже не самым бесполезным в игре, скажем так. На своей полной сборке. Фрозенхарт. Ну, Фрозенхарт это айтем, который сейчас просто имба. По-прежнему был даже после нерфа 100 голды. Его нерфят еще на 100 голды и 5 армора. Я бы сказал, что это немного чересчур. По нерфить ему надо было либо просто армора, где-то на 10-15, может быть, даже 20, либо просто голду на 100, и было бы окей. Вместе нерфить и то, и другое. Немного оверкил, на мой взгляд. Ну, разница не такая большая, все равно. Но айтем будет ситуативным. Если против тебя много автоатакеров, он будет хорош вначале. И в мидгейме. Вначале в мидгейме будет хорош. Личбейн нерфит 5% АП, как я уже говорил. В принципе, это самый сильный сейчас АП-итем, наверное, по статам. Его приводят в порядок. Он будет таким же, как все остальные примерно. Я не полностью поддерживаю. И салазки нерфят их прок на 10 секунд, целых на 50% времени. И ХП вместо 7% макс ХП, которые давались, будет даваться 50-230, причем скейлящихся с 6-го левела только. И уменьшающийся муммент спид будет 25%. Короче, это очень жесткий нерф салазок. Я думаю, что это сильно ударит по всем саппортам, которые их обузили. По МАКам, по Леонам. Им придется теперь собирать что-то иное. В общем и целом, патч хороший. Некоторых изменений здесь, которые хотелось бы увидеть, нет. Но самую большую имбу нерфят. Я рад. Это очень приятно видеть. То, что самые мерзкие персонажи получают по заслугам. Слабые персонажи получают приятные бафчики. Билотам респект.